МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и толерадой компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Гомель и Молдова. Крок на сустреч. Рабочую поездку в наш регион здесь не унадзвычайный и полномочный посол Республики Молдова. У Беларуси Виктор Сарачан. А даховы працы до медицинского супроводжения. У областным объединения профсоюза упратягивают мониторинг жнивам. Тысяча тонн зеленого горошку. Досягнение на рахунку ксуп Брылева. Вода не дарует помылок. Гомельчанам нагадали правилы безопасности. А зараз об этом иншим больше подробязна. Сегодня Гомель с рабочим визитом наведал надзвычайный и полномочный посол. Республики Молдова у Беларуси Виктор Сарачан. Дипломат сустрелся со старшинёй гомельского облыканкаму Владимиром Дворником. Почас перамов была дадена оценка стану супрацовніства нашего региона и Молдовы. И вызначены новые шляхи взаимодействия. Всё лето Виктор Сарачан прибыл у Гомель у другий раз. Подставой для першого визиту была международная выстава «Вясна у Гомели», якая послужила добрым импульсом для развития двухбаковых относинов. С того моменту пройшло некольки месяцев, и уже зараз зауважный рост товарообороту. После сегодняшней встречи у облыканкаме дипломат наведал гомельское отделение Беларусской гандлёво-промысловой палаты. Там провёл перамовы с деловыми колами региона. Обмерковывалось супрацовніство у речища медицинского туризма и умоцывание совязей между малым и средним бизнесом. Виктор Сарачан означал, что Молдову цікавить створение совместных с гомельщиной вытворчастей. До речи, подобный опыт уже есть. На территории Молдовы сбирают беларусские троллейбусы и тракторы. Яснуе затекавленности у сборцы наших комбайнов. У свою чаргу Молдова готова и предоставить свою садовину для перепроцовки у нашей краине. А так само больше широко пропоновать беларускому покупнику легендарные молдавские вина. Сегодня актуальна тема какой-то кооперации в одной и другой стране. Нам интересен рынок евразийский, потому что беларусь медпроференции на этом рынке мы не имеем. И вот наши продукты мы можем свободно выходить на рынок. Вторая самая ситуация и по Евросоюзу. Мы имеем преференции с Евросоюзом, беларусь не имеет. Поэтому в этой связи вот эти кооперационные связи с одной и с другой стороны, то есть на территории Молдовы и на территории Беларуси, они могут сыграть очень серьезную роль в наших отношениях торговых. До речи в осенью этого года делегация нашего региона планует наведать Молдову. Там отбудется подписание погоднения об супрацовнестве помеж Гагаузией и Гомельской областью. Согласно с оперативными дадинами области Льга-Схарчу, збоживая культура на Гомельщине убранная на больше как 55% площадь. Агульный на Молот досягнул 605 тысяч тонн. При средней уроджайности 29 центнеров с гектара. Заходом жнива уважлива сочетчу Гомельским областным объединением профсоюзов. При этом проводимый мониторинг закрана и самые разные сферы. От захавания правилов техники безпеки до медицинского супроводжения. Разом со специалистами профсоюза у господарки наведал Олег Синсироу. Для комбайнеров суп из кроветка прационный день починается перед рейсов медицинского огляду. Як и в предыдущие дни на алкотесте одни нули. Все работники абсолютно тверозы. По великому рахунку, инших покажеков никто не ждал. Заявление на праце в стане навод самого легкого алкогольного опьянения обовязково приведет до самых жестких мер покарания. И не только материальных, а тому рызаковать никто не жадает. Что ты че керавництво господарки, то я е обовязок створить все умовы для беспечной бесперапытной работы. Нема зауваг у представников профсоюзов и у филиаля агрофирмы Республиканского унитарного предприемства «Гомель Энергом». Кучора тут завершили уборку сбоживок. Теперь техника рестуется выйти на палетки с гречкой и кукурузой. По воле, с початку жнева техничные инспекторы проверили 14 районов. Выявленные порушения невельми значны и, звичайно, ликвидовались практически одразу. На думку проверяющих, не оопошнюю чергу, это следство проведенного на перейдоне жнева областного месячника безпеки працы. Количество несчастных случаев, благодаря вот такой предварительной профилактической работе, уменьшилось. Мы уже посетили 14 районов, 38 хозяйств. Такие незначительные нарушения оперативно устранялись, но если говорить все-таки о цифрах, выявили все-таки 318 нарушений. За речи, с точки пытаниями беспеки працы, увага профсоюзов не обмежевывается. Областная организация Белорусского профсоюза работников Аховы Здоровья контролируя якость хорчеванием. У акционерного товариства Калининский горячие стравы на палетке проводят двойче на день. Уже у 7 годин ранницы повары на своих прославных местах на обед необходимо приготовить, когда 40 порций. Каждый день, прикладно у 10-30 ранницы, у столовую агрогородка Перорост приезжает специальная машина, как бы забрать хорчевание для механизаторов. Перевозите его в таких контейнерах. Сегодня у меню борщ, рысовая каша с гуляшом, 200 граммов сметаны, пятная вода и компот с яблок. С уликом высокой температуры поветра, забеспечения працевающих на жниве пятной водой, у гэтые дни обоязковые умовы. А прочатах у представники профсоюзов работников Аховы Здоровья проверяют наявность у водителей медицинских аптечек, а так сама их комплектность. Хоть только гэтым увага до здоровья вясковцев не обмежевывается, на период уборочной медики повинны быть готовыми оказать любую необходную допомогу. Бригады скорой помощи активизированы на эту тему. Выделены в стационарах отдельные дополнительные койко-места, как по терапевтическому профилю, так и по хирургическому. Потому что вся эта вот работа, она несет и физическую, и моральную нагрузку, и люди иногда декомпенсируются. Поэтому нужно оказывать не только амбулаторную, но и стационарную помощь. У Иваковской амбулатории агульной практики на период жнева час работы повелечився, тут так сама готовые у любых моментов принять тыс. Думая у гэтым потребу, те выехать на место самим, с необходимыми кадрами установа забеспечена, недохопу у леках так сама нема, готовность номер один постоянная. Мы выезжаем, оказываем первую помощь в связи с перегревом, либо если стало какие-то соматические нарушения, какие-то неотложные состояния. Если человек транспортабельный, значит мы везем на своей скорой помощи. У нас есть своя машина. На мегдворе акционерного товариства Калининский в кожный день узнаменит состях у гонор передовиков жнева. Завтра тут повинны заявиться пешие тысячники. Для того, как добро працевать, необходимо быть пеш за счет здорового. Олег Синтеров, Сергей Рукашук, телер радиокомпания «Гомель». Сегодня УКСУП Брыльова досягнута от знака у тысячу тонн нового ураджаю «Горошко». До речи, летость собрать столько не удалось, навод, за весь сезон. В этом году ураджайность у господарцы высшая за минулогоднюю и складает 70 центнерозгектара. Воголе под эту культуру отведено 154 гектары землев. На этих территориях ураджай сбирае один комбайн. Повиншовать тандем механизатора и водителя керавництва господарки по агульной традиции приехало прямо у поля. Подарунки и слова подяки за свою працу примали Сергей Хлебоказов и Миколай Логвинов. Робочий день начинается у нас с пол шестого утра. Прибываем где-то на поле к семи часам утра на поле в связи с дорогой. Заканчиваем приблизительно в 11 часов вечера. Урожай неплохой, погодные условия не мешают нам убирать. Ну вот уже будет 30 лет, как я работаю в хозяйстве. Мне приятно, когда оценивают твой труд, когда получаешь благодарность. Будем стараться к лучшим результатам. Дарыш, в этом году под хорошек отведено больше земли, чем летось. Большая частка продукции идёт на экспорт, и с каждым годом попыт на гомельских хорошек расти. Сбирать его селета распочали 22 червяня, и на мясцовом заводе законсервовано больше, как 3 миллионы слоек горошку. Завершить уборку этой культуры господарцы плануют в ближайшее неколький день. Напереды дни дня будовника, який означает «Сауня Делю», у Гомеля собрали представников этой галины. По час урачистого сходу подвяли выники этого года и узнагородили лепших. Напевно, недаремно будовников называют представниками самой мирной профессии. Своё профессийное свято будовники Гомельской области сустрекают с нядренными показчиками. В Першиню яны стали лепшими по темпах жильевого будовництва. За 7 месяцев у регионе сдаденную эксплуатацию амаль 320 тысяч квадратных метров квадр, что складает 78% от годового задания. С початку года у Галине освоено амаль 770 миллионов рублей, что на 7% больше минулогоднего показчика. В общем объёме строительно-монтажных работ жилищное строительство занимает порядка 40-45%. Остальной объём – это промышленное строительство. Это те объекты, которые на сегодняшний день у нас развиваются. У регионе обвешенный оранжевый уровень небеспеки из-за спякотного надворья. Сёння температура поветра досягнула 32 градусов, а завтра чекается до плюс 34 градусов. Спякота захавается и на выходных. Вратовальники узмацняют контроль безпеки на воде и в местах массового отпочинку людей. До Чаргового рейда долучилась и наша сдымочная группа. Первой группой в маршруте рейдовой группы стало в озеро Дедно в микрорайоне Мельников-Лух. Тут находятся старые баржи, где каждый солнечный день сбираются десятки подлетков-экстремалов. В тот час, как их родители находятся на праце, дети скачут с этих небеспечных конструкций в воду, как с трамплина. По словам начальника городской выратовальной станции, в понеделок тут было около 50 школьников. Во-первых, здесь подводные течения, которые как раз идут по этой части и подносят под баржу. В том конце озера очень много коряг, которые сюда подносят. И в связи с тем, что дети прыгают в воду, они могут сломать шею, могут попасть на дно. Почему? Потому что дно здесь не обследовано. Потому что здесь нет пляжа. В соответствии с этим, каждый ребенок, который прыгает здесь в воду, он может получить травму, несовместимую с жизнью, или же просто потерять сознание и утонуть. Супрацовники АСВОД регулярно приезжают в это место с рейдами и дети совершенно разбегаются, або на их оборону устают рыбаки и просят покинуть детей у спокоя. Заборона на купанию в этом месте не полохая подлетков. До школьников накировываются представники комиссии по справах неполнолетних. Излюбленное место нашими несовершеннолетними являются данные песчаные карьеры, данное запрещенное место для гуляния, где мы видим, когда несовершеннолетние, по два, по три человека проводят свое время. Мы, конечно же, уточняем, как их зовут, с какой целью они здесь пребывают. Выходим именно по сотовой связи, связываемся с законными представителями. Конечно же, просим, чтобы в ближайшее время приезжали и их забирали. У горячей дни до рейда удалучаются представники разных организаций, затекавленных в биоспицы ЖИХРУ и попереджения несчастных выпадков. Гэты и супрацовники червоных окрыжей, которые нагадывают об наступствах спякоты для здоровья, МНС, в свою очередь, звертает увагу от подшивающих на осторожное обыходжение за огнем в зонах отпочинку и просит не распаливать в огнище в непридатных местах. Напоминаем о том, что при использовании специальных приспособлений для приготовления пищи, такие как мангал, барбекю, необходимо обеспечить контроль за горением. А также первичные средства пожаротушения должны находиться непосредственно возле данного сооружения, такие как огнетушитель, песок, ведро с водой и так далее. После того, как приготовили пищу, необходимо полностью затушить горящие материалы до прекращения горения. Особная увага рыбакам и аматорам прогулок на лодках, катерах и инших маломерных судах. Все лето в Гомельской области отбылись уже четыре нечастные выпадки с их уделом. Все загинувшие были у нецвярозом в стане и без выратовальной камизельки. Например, Джихар вез к Луначарск Рейджерского района отправился на рыбалку на саморобной лодце. Мужчина не умел плавать, забытывался у седцы и пытанул. Три из этих случаев – это браконьерская ловля рыбы. Когда в ночное время выходят эти горе-рыбаки на маломерных суденышках, которые не подлежат регистрации, какие-то самодельные, и начинают ставить сети или снимать. Люди стремятся к воде отдохнуть, в том числе и покупаться, и кто-то на лодках поплавать, кто-то на гидроциклах. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем, чтобы соблюдать меры безопасности. Самое главное – это спасательный жилет. Как я говорю, выдала за свода, еще ни одного утонувшего в спасательном жилете не достали. Ганна Корольчук, Ганна Ковалева, Максим Славин. Телерадо. Компания «Гомель». Да и активно возьмется за оборону правов пешеходов. Сегодня у Гомельской области распочалась профилактичная акция «Соступить дорогу пешеходу». По 20-го жнюня супрацовники Державтоинспекции будут снести службу на наибольшего рынок и небеспечных участках дорог. Отзначим, все лето в области здесь не на 74 ДТЗ з уделом пешеходов, у яких 10 человек загинули. Завтра у Гомеля пройдет фестиваль «Бяспеки» для детей. Профилактичная акция отбудется о 10-е ходине на открытой пляце «ЦПА» проспекте «Космонавтау-70». У программе выставы специальной техники, конкурсы, викторыны, концерты, фотозона. У Гомеля уведены еще один экспериментальный маршрут громадского транспорта. Троллейбус номер 11Б три месяцы будет ездить от завода «Лития и Нормалел» до «Сонечной» у промым и зворотным напрямках. Он будет рухаться по Рычицким проспекте, в улице Богдана Хмельницкого, проспекте «Космонавтау» и в улице Могилевской. Коли эксперимент подтвердить мытозгодность, маршрут захавают. ГТ, а так само иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Максимом Савиным. До новых встреч у эфиры!